МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Жертв терроризма вспоминали в Бахачкале. Митинг «Я против террора» прошел минувшие выходные. Общежитие, расписание и библиотека. Первокурсники ДГИ ознакомливаются с основами учебного процесса в высшем учебном заведении. В Хасаверте состоялся открытый турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов. Кто занял лидирующую позицию, знаем сегодня в выпуске. В день солидарности в борьбе с терроризмом на центральной площади Махачкалы прошел митинг, осуждающий терроризм во всех его проявлениях. В нем приняло участие все высшее руководство республики во главе с Рамазаном Абдулатиповым. Террор насилия, террор – источник зла. Уже не первый год в республике проводятся мероприятия и акции против террористических действий. В этот раз митинг проводится по общественной инициативе. До начала акции протеста Рамазан Абдулатипов отметил, что необходимо организовать единый антитеррористический фронт для объединения и безопасности республики. Малейшее ослабление нашей работы приводит к ослаблению государства, приводит, чтобы мы даем шанс этим бандитам, террористам вернуться. Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отметил, что в республике наблюдается положительная динамика в криминальных сводках. Активно работают комиссии по адаптации, примирению и согласию. По его словам, удалось уничтожить почти все бандформирования на территории республики. Ситуация в республике в целом стабилизировалась. Стабилизировалась потому, что это и позиция Национального Абдулета и позиция руководителей правоохранительных органов республики стабилизировалась потому, что удалось под руководством главы республики Рамазан Абдулатипова совместно создать устойчивую систему противодействия терроризма и преступности. Удалось значительно усилить работу антитеррористической комиссии в республике Дагестан, ее аппарата. На форуме также приняли участие педагоги с разных районов, ведь воспитывать детей нужно аж со школьной парты. После чего все отправились на центральную площадь Махачкалы и провели акцию протеста. Отметим, что День солидарности по борьбе с терроризмом приурочен к событиям сентября в городе Беслан, где террористы погубили немало жизней. Руководство Дагестанского гуманитарного института встретилось с первокурсниками и их родителями. Студенты ознакомили с профессиональными дисциплинами, учебным процессом и правилами пребывания в учебном заведении. О том, насколько ВУЗ готов к новому учебному году, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Встреча началась с поздравлений с началом нового учебного года. Далее выступающие рассказали об институте и его основных задачах перед государством. Руководство отметило, что уже больше 10 лет Даги выпускает высококвалифицированных специалистов и что уникальность ВУЗа заключается в сочетании светского и религиозного образования. Мы сделаем все возможное, чтобы студенты полюбили и нас, и наши предметы, и наш ВУЗ. И в течение 5-4 лет они здесь получат образование и выйдут компетентными специалистами в той области, где они хотели бы себя видеть. В процессе собрания были затронуты вопросы, касающиеся обсужития, расписания учебного процесса, а также пользования библиотечными ресурсами. Студентам напомнили, что Даги дает высшее образование по нескольким направлениям – теология, лингвистика, журналистка, экономика и бизнес-информатика. А в будущем студенты имеют возможность стажировки и курсов повышения квалификации в российских и зарубежных ВУЗах. Я про этот год знал совершенно случайно от друзей, о знакомых. Я из всех специальностей выбрал бизнес-информатику, потому что за информатикой сейчас всё будущее, сейчас всё по информатике. Хочу стать хорошим специалистом для будущего. Через две недели Даги переедет в новый учебный корпус по улице Николаева, в котором, по словам руководства института, студентов ждут ещё более комфортные условия. Впереди новый учебный год и новая ступень в истории гуманитарного института. Добавим, что приём абитуриентов продлён до конца сентября. Гамзат Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанцы смогут оплачивать коммунальные услуги через кассы МФЦ. Теперь жители Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и Каспийска смогут оплачивать коммунальные услуги в многофункциональных центрах города. Кассы соответствуют всем необходимым требованиям безопасности. Кроме того, свои задолженности граждане могут оплатить через терминалы и банкоматы в центрах госуслуг. Чтобы провести такую операцию, потребуется не более двух минут. Совершить её можно самостоятельно или с помощью специалиста центра. Такая оплата через терминалы очень удобна для граждан и позволяет значительно уменьшить сроки задолженности перед государством, тем самым избежать начисления штрафов и пения. В ближайшее время кассы по приему платежей откроются в городе Бойнакске и Избербаша. В День знаний в Республике Дагестан открылось 13 новых общеобразовательных учреждений. Они приняли в общей сложности более 5000 учеников. Самая крупная школа из них, вместимостью 1200 учеников, была торжественно открыта в Каспийске. Не менее вместительные открылись и в других районах Дагестана. О том, какие изменения коснулись образовательной сферы Республики, Ларьяна Шемхалаева. Самая крупная школа, рассчитанная на 1224 ученика, оснащенная современным оборудованием, распахнула свои двери в Каспийске. Красную ленту в День знаний перерезал глава Республики Рамазан Абдулатипов. Отметим, что здание площадью 32 тысячи квадратных метров начали строить в марте прошлого года. Здесь имеются два плавательных бассейна, два спортивных зала для разных видов спорта. Строительство этой школы позволило избавиться от трехсменки в городе. Учреждение будет функционировать в односменном режиме. Когда мы открываем новую школу, это большой праздник для детей. Это не просто школа. Мы хотим, чтобы это был базовым образовательным центром для города Каспийска. Здесь должны быть лаборатории, здесь должны быть методические кабинеты, здесь должны быть все условия созданы для качественного образования. Еще одна большая школа на тысячи мест была открыта в Хасавюрте. На территории Хасавюртовской средней общеобразовательной школы номер 9 также появился новый корпус для начальных классов на 150 ученических мест. Участие в торжественном открытии принял почетный гость мероприятия заместитель председателя правительства Дагестана. По словам Рамазана Джафарова, строительство учебных заведений является подтверждением правильного курса главы республики, направленного на удовлетворение потребностей населения. В славном городе Хасавюрте открывается новая школа. Уверен, что здесь созданы все условия для комфортных условий, для того, чтобы дети могли нормально учиться. Созданы прекрасные условия для педагогов. И думаю, что выпускники этих школ выйдут из стен этой красивой школы обогащенными знаниями, воспитанными в духе патриотизма, любви к родине, к своему городу и будущими защитниками своего отечества. Отметим, что всего по Российской Федерации в День знаний открылось 76 новых школ. В нашей республике на начало текущего года насчитывается более 1450 школ. Как отмечают первые лица Дагестана, это является достойным подарком к 160-летию нашей столицы. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Умы Ибрагимовой. Дагестанец устроил одиночный пикет у здания Управления Федеральной службы безопасности. Инвалид первой группы Абиди Рамазанов вернулся два года назад из Камчатского края в село Гамьях на Валакского района. С тех пор проживает в аварийном заброшенном доме. Как работавший на Дальнем Востоке и получивший там трудовой увечья, за Рамазановым сохраняется первоочередное право на жилье. Но получить его он не может до сих пор. В Дагестане в третий раз пройдет российский интернет-форум «Кавказ». Всего в нем примут участие порядка 2500 человек из семи регионов России. В течение двух дней перед участниками выступят 120 ведущих экспертов в сфере IT-технологий, массовых коммуникаций и медиа. Спикеры расскажут о способах ведения бизнеса и личного продвижения на просторах интернета. Боксер Магомед Расул Меджидов третий раз выиграл чемпионат мира. Он стал третьим в истории любительского бокса трехкратным триумфатором соревнований в супертяжелом весе. Мировое первенство прошло в Гамбурге. До Меджидова трижды на вершину пьедестала мировых чемпионатов по боксу в абсолютной весовой категории поднимались только кубинцы Теофило Стивенсон и Роберто Баладо. Два автомобиля столкнулись на трассе Каспийск-Махачкала и вылетели на тротуар, на котором находились люди. Разворачивающийся на перекрестке автомобиль Киа не уступил дорогу Тойота Камрик. Пешеходы и один водитель погибли на месте, второй водитель госпитализирован. Число жертв и дата аварии не уточнялись. На территории Хасавюртовского спорткомплекса имени Гамиды Гамидова состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов. За призовой фонд в размере 100 тысяч рублей боролись команды отдела внутренних дел Северного территориального округа. Состязание приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участие приняли команды из Хасавюртовского, Казбековского и Наволокского районов, а также линейного отдела внутренних дел по городу Хасавюрт. В качестве почетных гостей на турнире присутствовали представители органов государственной власти, члены Совета ветеранов правоохранительных органов и общественные деятели. Приветствуя участников и гостей турнира, глава города Хасавюрт Зайну Дин Акмазов отметил важность проведения соревнований как знаковое событие, которое объединяет сотрудников различных силовых структур. Сегодня призовой фонд, который определен турниром, он тоже пойдет в поддержку семьи погибших сотрудников правоохранительных органов по без терроризмам. Поэтому еще раз только поздравиться с третьим турниром, пожелать активной удачи и пускай побеждает сильнейшая команда. По итогам соревнований, которые прошли по круговой системе, победителем стала команда ОВД Хасавюртовского района. Серебро и бронза у сотрудников ОВД Наволокского района и линейного отдела по городу Хасавюрт соответственно. Лучшие игроки турнира были поощрены памятными медалями и кубками, а также подарками. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 57,78 рубля, евро 68,72 рубля. А это были все новости к этому часу. Еще большую информацию вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова